Привет всем на канале Нотик! Сегодня мы с вами посмотрим на ноутбук Asus ZenBook 14X OLED. Как следует из названия, здесь OLED-матрица. И не просто OLED-матрица, а очень крутая OLED-матрица, и при этом еще и сенсорная. Но об этом мы попозже расскажем. Дальше у нас есть дискретная видеокарточка, здесь не самая мощная, но есть. И у нас есть второй экран под названием ScreenPad 2.0. Корпус весь сделан из алюминиевого сплава, он очень прочный. Одной рукой крышку можно открыть. Механизм ErgoLift приподнимает корпус в открытом состоянии над столом для лучшего охлаждения, ну и чтобы рукам печатать было удобнее. Раскрывается на 180 градусов дисплей, можно рисовать что-то на нем, кстати, в комплекте есть стилус. К сборке придраться сложно, на твердую пятерку, петли две петли металлические по бокам, но это все прочное, не вызывает никаких опасений, можно в общем-то гнуть не бояться. Сборка, повторюсь, очень хорошая. В толщину ноутбук 1,8 сантиметра, это вместе с ножками, вес 1,4 килограмма. Теперь посмотрим на порты, на то, что здесь есть интересного. Здесь есть один USB 3.2 обычный, и с другой стороны два Thunderbolt порта. От любого из них ноутбук и заряжается. Теперь о том, как все это управляется. Управляется через утилиту MyASUS. В настройках можно найти много всего интересного. Можно бережную зарядку тут регулировать, чтобы аккумулятор не садился. Можно три варианта электропитания ставить тихий, сбалансированный и режим полной производительности. Дальше идет управление аудио, всякие улучшалки, тоже можно баловаться. И OLED-кер. Так как OLED-дисплей имеет свойство выгорать через долгое, конечно, время статичной картинке, здесь есть улучшалки, которые позволяют этого избежать. То есть двиг пикселей, чтобы слегка это двигалось, всякие заставки и другие такие вещи. Также здесь есть какая-то защита от ШИМа, я ШИМ не обнаружил, но здесь есть дополнительная от него еще какая-то защита, технология. И переключение разных профилей экрана. Ну, четыре профиля, если можно регулировать температуру. В целом, экран здесь и так очень хороший, поэтому вряд ли вам это понадобится. Ну и другие улучшалочки мелкие здесь есть. Какое-то там ускорение из сети, что-то Wi-Fi Smart Connect, я этим не пользовался, мне кажется, это ерунда. Но настройки, как можно видеть, богатые в утилите MyASUS, это хорошо. Акустическая система от фирмы Harman Kardon управляется через утилиту ASUS DTS. Здесь настроек не так уж и прям очень много, но звук очень качественный. Вообще у ZenBook всегда хороший звук, у дорогих ZenBook, а это дорогой ZenBook, и со звуком здесь полный порядок. И басы есть, и он громкий, и сочный, и все хорошо. То есть тут Harman Kardon не зря написали на корпусе. Теперь поговорим про ScreenPad 2.0. Что это такое? Это вместо тачпеда у нас полноценный сенсорный экран, причем с разрешением 2160 на 1080. У нее есть свои настройки, можно менять ему там обои, яркость, можно разрешение менять. Я, кстати, пользовался разрешением 1000 на 500, потому что так покрупнее курсор мыши, как это ни странно. Потому что иначе очень мелкий курсор получается. Если в любое время тремя пальцами по нему тапнуть, то он превращается в обычный тачпед, который крестиком можно выключить. И также через клавиатуру можно задавать ему поведение. Ну, собственно, три варианта. Это обычный тачпед, тогда у нас сейчас моргнет изображение, потому что мы как бы отключили второй дисплей. Второй вариант, это сенсорную панель выключить вовсе. То есть она не будет реагировать ни на какие нажатия. И самый главный режим, из-за чего весь сербор, это, собственно, скринпэд. И тогда у нас подключится второй экран. Опять моргнет изображение, то есть происходит то же самое, как будто мы подключаем второй монитор. Он и в системе видится вторым монитором. На переднем плане его рабочего стола есть пиктограммки с разными приложениями. Их же сюда можно добавлять, ну и можно отсюда их быстро запускать. Можно, например, в Warcraft сюда запустить, Telegram, что нажал одну кнопку, и это запустилось. Не очень это удобно, я и с меню пуска все это запускаю, но можно так делать. Еще здесь есть уникальные приложения, такие как, например, калькулятор, если вам нужно что-то посчитать. Есть режим рукописного ввода, повторюсь, в комплекте есть стилус, поэтому можете что-то писать прям по тачпэду. И еще есть утилитка, которая позволяет макросы писать и запоминать их кнопками вот такими. Ну, там, Ctrl-C, Ctrl-V или какие-то длинные сочетания клавиш можете. Я этим тоже не пользовался, мне хоть кеймой удобнее было, на самом деле, пользоваться. Поэтому, на мой взгляд, это все баловство. Гораздо интереснее то, что можно сюда перетаскивать любые окна и любые приложения. Вот откроем, например, кинцо, можно его просто перетягивать. А можно, если мы схватимся за экран, тут сразу, видите, 1 и 2, на двоечку нажали, и у нас улетело кинцо на нижний экран. И у нас полноценный экран, можно смотреть кино, можно смотреть YouTube. И надо заметить, что это вот основное, чем я пользовался на этом экранчике. Потому что тексты какие-то читать там мелко, браузер тоже мелковатый, даже, честно говоря, Telegram мелковато выглядит. Но вот кинчики смотреть, это очень здорово. То есть ты, например, играешь во что-то или монтируешь видео, а снизу у тебя YouTube, ты поглядываешь туда. Ну, естественно, тогда тачпадом пользоваться нельзя, но мышкой пользуешься и все в порядке. В целом, я не могу сказать, что это такое прям must-have вещь, и вау, я в восторге. Ну, типа она не мешает, есть, прикольно, нету, ну и ничего особо не потеряете. Ну, так забавно, да, смотреть YouTube на тачпаде. Работает наш ноутбук на четырехъядерном процессоре Intel Core i7-1165G7. У него 16 гигабайт памяти LPDDR4X, распаянной на плате, и видеокарточка NVIDIA GeForce MX450 с 2 гигабайтами видеопамяти GDDR6. Теперь посмотрим на синтетические тесты. И, честно говоря, результаты не очень впечатляющие. Типа, казалось бы, Core i7, есть дискретная видеокарта, но не так уж шибко это все работает. Четырехъядерный процессор, видеокарточка, да откровенно говоря, чахленькая. А вот бенчмарк Corona 1.3, в нем процессор показывает частоту 4 ГГц, и казалось бы, это круто. Но общее время 4 минуты, а это довольно долго. На самом деле, Ryzen и 5000U серии, они шустрее, и вот не зря я про них делал видео. Теперь посмотрим на разные видеоигры. Ведь у нас есть дискретная видеокарта, целая NVIDIA GeForce, да, с GDR6, и Forza Horizon 5. Не обольщайтесь, это низкие настройки графики, но в целом поиграть можно, да, 30-40 кадров. Для гонок это маловато, но если очень хочется, то погоняться на низких настройках вы здесь сможете. Еще замечу, что разрешение вы будете ставить 1920 на 1200, потому что соотношение сторон 16 на 10. А родное разрешение у экрана 2880 на 1800, но в нем вы про игры можете забыть. И также вы можете забыть про какие-то более-менее серьезные игры. Вот это, например, Forza Horizon 6 на самых низких настройках. Ну вы поняли, как говорится. И Cyberpunk туда же все это дело, это работать не будет. Серьезные проекты на этом ноутбуке не пойдут. А вот World of Warcraft, мой любимый, на пятом пресете графики вполне неплохо себя чувствует. И вот тут как раз MX450 нам играет на руку, потому что те же Ryzen, даже Ryzen 7, там, 5800U, он, несмотря на то, что сам процессор мощнее, он не вытягивал Warcraft на пятом пресете. А здесь на пятом пресете вполне можно полетать, побегать. Я ходил в мифики, я вот в рейд, правда, не ходил, потому что у нас сейчас перерыв до августа. Но в рейды здесь тоже можно походить, разве что, если народу много и Encounter, где много всяких мобов, типа Андуина того же, там процессор не вытянет, и там все равно придется графику понижать на единичку. Но, честно говоря, многие игроки и так играют на единичке, просто для того, чтобы спецэффектов было поменьше и удобнее было контролировать поле боя. Поэтому да, в Warcraft здесь поиграть можно. Точно так же здесь можно поиграть без проблем в Лалец, в Доту или в World of Tanks, в танки на средне-низких настройках, скажем так. У Лалец и Дота вообще отлично идут. Теперь про экраны. Скринпад 2.0, производитель не указывается, я думаю, это уникальная какая-то ASUS-овская матрица. Вторюсь, 2160 на 1080 у нее разрешение. А основной экран 14 дюймов, OLED, глянцевый, сенсорный, 90 Гц, между прочим. 2880 на 1800 у нее разрешение. И, ах да, я чуть не забыл, здесь есть поддержка HDR, то есть экран еще и с HDR. 100% покрытие цветового пространства с RGB и 99% ЭДО об РГБ. Матрица изумительная, цвета сочнейшие и картинка замечательная, да еще и с HDR. И, как говорил Стив Зобс, даже иконки облизать хочется. Отклонение Delta E по всем цветам, кроме одного, меньше двух, а вот по одному цвету двоечка. Но цветопередача, по-кому, все равно очень хорошая и точная. Теперь про яркость. Они заявляют 400 нит, но я подозреваю, что это в режиме HDR. Наш прибор в HDR мерить не умеет, поэтому я мерил с отключенным HDR, и у нас получилось 340 нит, ну что тоже неплохо. С HDR, да, он ярче. Перед клавиатурой, вот на что я вам пожалуюсь. Вот, смотрите, питание у нас справа, как мы помним, да, в Thunderbolt, а USB слева. И когда ты хочешь использовать мышку, тебе приходится ее вставлять налево, а питание направо. И у меня часто получалось так, что как бы наоборот это все, вот мне было бы удобнее, чтобы мышка справа, раз она справа, а питание слева. Сама клавиатурка. Кнопка включения в нее встроена, она с ребрышками металлическими, утоплена вниз, и у нее тугой щелчок, ее случайно нажать нельзя, но ее нужно сильно надавить, и она прям так щелкает. Это удачное решение. Ниже нее находятся дополнительные клавиши Page Down, Page Down, Home End, маленькие стрелочки. У самой клавиатуры, кстати, средний ход, она вот не плоская, такая как у макбуков, она реально со средним ходом, пружинистым, и клавиатурка отличная, она хорошо закреплена, с ней все замечательно. И у нее есть белая светодиодная подсветка, которая регулируется с помощью кнопки, у нее есть три режима яркости. В общем, к органам управления придраться я не могу, даже играть мне было реально удобно. Кнопочки большие, ход большой. Ну а скринпэд, мы про него все рассказали, в общем-то баловство, но прикольное. Внутри ноутбук выглядит вот так. Батарея на 63 Вт часа, оперативная память распаяна, твердотельный накопитель в слоте его можно поменять, и система охлаждения из двух теплотрубок и одного вентилятора с одним радиатором. Wi-Fi модуль Intel AX201, это хороший Wi-Fi модуль. Твердотельный накопитель у нас интересный, это Intel Optane, 512 гигабайт и 32 гигабайта у него кэша для ускорения. И на самом деле это не особо чего-то дает, это не самый шустрый на рынке твердотельный накопитель. То есть звучит пафосно, там 32 гигабайта кэша, но на самом деле там Samsung они ощутимо шустрее без всяких кэшей. Теперь протестируем батарею. Как всегда будем смотреть 4-х часовой фильм Зака Снайдер Лига Справедливости, 70% яркости, но отключен скринпэд. После 4-х часов фильма у нас остается 47% батареи, ну можно сказать 7,5 часов вы в таком режиме из него выжмете. Для ультрабука это, мягко говоря, не рекордный результат, потому что помните LG Gram, он там 12 часов шпарил и ему был ок. Теперь мы будем делать то же самое, но включим скринпэд на 50% яркости. Получается так, что у нас примерно по 17-18% уходит за час, то есть со скринпэдом вы будете где-то 5,5 часов то же самое делать. То есть скринпэд отжирает где-то 2 часа общей автономности. Теперь прогреем систему охлаждения, для начала сбалансированный режим. И у нас частота не очень понятна какая, да, ну типа окей, в среднем 1,7-1,9, правда она туда-сюда проседает, то есть всё это дело прыгает. Питание процессора 12 ватт, и что касается температуры, то у нас 75 градусов. В общем результат не выдающийся, особенно по частоте. Температура-то хорошая, а вот частота конечно низкая. Включаем режим высокой производительности. И в режиме высокой производительности сейчас частота как-то не сильно производительная. То есть вот здесь вот мы включили, и разница невелика. Ну окей, окей, скажем, что где-то на 100 МГц стало повыше, но она всё равно нестабильная, она туда-сюда скачет, и как-то вверх это всё не идёт. И при этом потребляет процессор всё те же самые 12 ватт. То есть по большому счёту ничего не поменялось, кроме того, что ноутбук стал холоднее. Потому что он в режиме высокой производительности раскрутил вертушки, и это охладило ему систему. Получилось 65 где-то градусов. В играх на самом деле чувствуется, когда включаешь режим высокой производительности, но тоже не так, чтобы шибко. То есть машина на полную особо работать не хочет. Если мы отключим нагрузку на графику, то у нас всё равно не получится стабильной частоты, но окей, 3,3 ГГц. Да, частота подрастёт. Непонятно, что им мешало раньше расти, потому что раньше это было 65 градусов, это с запасом. Питание в таком режиме получается 34 ватта, а температура где-то 85 градусов, дальше уже они не пойдут. И вот говорю, я не понимаю, почему с графикой вместе он не хочет выдавать полную мощность, потому что, казалось бы, запас там есть. Вот это вот максимальный уровень шума, и в целом ноутбук, в общем-то, шумный. То есть он не то, что прям ревёт как пылесос, но он шумненький. И даже под лёгкой нагрузкой он начинает раскручивать свой единственный вентилятор, и его становится слышно. Питается аппарат от адаптера на 100 ватт, маленький, компактный, вставляется в любой из стандерболт портов. Правда, говорю, мне не нравится, что это справа находится. Подведём итоги касательно Asus ZenBook 14X OLED. Самое главное, это экран. 100% охвата до RGB, OLED, HDR, 90 Гц, высокое разрешение, сенсорный, к тому же, с ним всё изумительно отличнейшая матрица. Да, немного бликует, но яркости достаточно, чтобы даже днём в парке работать. Теперь про ScreenPad 2.0. Ну, это баловство, это весело, но это не сильно нужно. Да, можно здесь какие-то кнопки горячие вытащить, но тогда TouchPad работать не будет, можно перетаскивать приложение. Но, повторюсь, кроме как просмотра видео, я особо не нашёл применения. Корпус отличный, прочный, алюминиевый. Да, собирает отпечатки пальцев, ну, так ZenBook'и все собирают отпечатки пальцев, так уж и они сделаны. Клавиатура отличная, акустическая система от Carbon Carden, моё почтение. Батарейка, да, не очень долго работает, но с таким экраном на 7 часов, окей. Система охлаждения, ну, вы всё видели. В общем-то, в играх-то нормально, но в стресс-тестах на полную эта машина не работает. Но она не задумывается для того, чтобы вы, там, не знаю, какие-то супер-ролики рендерили по 8 часов. Стоит модель из обзора примерно 140 тысяч. Ну, там ещё в комплекте, кстати, есть стилус и чехол, про который я рассказывал в распаковке. Ну, так вот, 140 тысяч, много это или мало, но это представительского класса Note, для тех, кому хочется вот дорогую игрушку. Отличнейший экран, плюс второй экранчик для баловства, хороший сборка, с ним всё хорошо и он мне понравился, машинка прикольная. Ну, да, дорогая. А я на этом с вами прощаюсь, спасибо за внимание, до новых встреч и всем пока!